Здравствуйте, дорогие друзья! Это Инсталайф. У нас начинаются приемы в Казанский Федеральный Университет, Дни открытых дверей и все, что посвящено для абитуриентов, которые собираются поступить в Казанский Федеральный Университет в 2022 году. Представлюсь, меня зовут Роман Полинсков и сегодня у нас первый Инсталайф для Института математики и механики имени Николая Ивановича Лобачевского. Представлю гостей, которые будут представлять данный институт, которые все подробно расскажут сегодня в прямом эфире в Инстаграме. Это Турилова Екатерина Александровна, директор Института математики и механики имени Николая Ивановича Лобачевского. Добрый день! Добрый день! Султанов Ленар Усманович, заведующий отделением механики, заведующий кафедрой теоретической механики. Ирина Русманович, приветствую. Здравствуйте. Константин Андреевич Поташов, заведующий кафедрой аэрогидродинамики. Вам тоже добрый день. И Руслан Рашидович Замалиев, заместитель директора по образовательной деятельности. Коллеги, рад вас здесь видеть. Поздравляю, кстати, с наступившим Новым годом. Надеемся, что 22-й пройдет намного лучше, чем 21-й. Теперь, пожалуйста, вступительное слово для абитуриентов, может быть, и для студентов, которые учатся и хотят еще раз что-то новое, интересное услышать. Добрый день еще раз. Ну, наверное, символично, что, во-первых, первый инсталайф в этом году довелось проводить нам. А во-вторых, то, что мы встречаемся с вами в такой странный советский праздник, как Старый Новый год. Как бы там смешно это ни звучало, но, наверное, вот это вот сочетание Старого и Нового, это то, что символизирует в какой-то степени наш институт. Потому что мы стараемся сохранить все то лучшее, что существовало веками в нашем университете, и приобрести или дать дорогу всему новому, современному, актуальному и развивающемуся. Поэтому, наверное, то, что мы сегодня с вами, это довольно символично. Что может интересовать наших абитуриентов, если мы говорим о приемной кампании? Естественно, это направление подготовки, которое реализует наш институт. Это количество бюджетных мест. Но, наверное, более подробно мы на эти вопросы ответим, когда они возникнут. Но я хотела бы сказать, что традиционно, ну, вот уже последние десятилетия, в нашем институте развиваются, ну, можно сказать, четыре направления. Это классическая математика и ее реализация в виде математики в цифровой экономике. Это математика и компьютерные науки, которая соединяет в себе фундаментальные основы как математики, так и компьютер-сайенс. Это педагогическое образование, ну, что такое учитель, кто такой учитель. Учитель математики и информатики, я думаю, никому объяснять не нужно. И это направление, связанное с механикой и математическим моделированием. И поскольку нам предстоит в этом году несколько инсталайфов, мы решили пойти по довольно необычному пути. И сегодняшний инсталайф посвятить в большей степени направлению механикой и математическое моделирование. Ну, на самом деле нужно сказать, что вот это словосочетание математическое моделирование, оно, во-первых, очень актуально во всех областях знаний, ну, а во-вторых, довольно популярно у наших абитуриентов. И поэтому сегодня основное внимание будет уделено именно этому направлению. Но, конечно же, мы ответим на все те вопросы, которые возникнут у наших слушателей и зрителей. Ну, а для того, чтобы подробнее узнать об этом направлении, я хотела бы, чтобы мои коллеги показали презентацию. Я права? Да, верно. Так что слово Константин Андреевич. Спасибо. Еще раз добрый день. Я покажу презентацию, будут какие-то сопроводительные комментарии, потом, наверное, будут вопросы, на которые мы постараемся ответить. Презентацию мы составили так, что, как нам казалось, она должна была бы быть интересна именно абитуриентам. Поэтому презентация называется так. «Направление подготовки и научно-исследовательская работа студентов и аспирантов отделения механики нашего института». Ну, здесь на первом слайде кратко представлена структура, о которой идет речь. То есть, понятно, что мы говорим об институте математики и механики, который содержит в себе три отделения. Это отделение математики, отделение механики и педагогического образования. Значит, мы говорим сегодня об отделении механики. В отделении механики две кафедры. Кафедра теоретической механики, вот заведующий кафедры, еще раз, Ленар Асманович Султанов, и кафедра аэрогидромеханики, заведующей которой являюсь я. Вот эти две кафедры осуществляют подготовку по направлению механика и математическое моделирование. Она содержит в себе три ступени образования. То есть, первая ступень – это бакалавриат, то, что должно быть интересно в первую очередь выпускникам школ в этом году. В бакалавриате у нас учатся четыре года. Здесь на слайде представлена динамика численности наших студентов, которая естественным образом убывает по мере увеличения курса. И показано… Ну, это объективные причины, потому что у нас был меньше набор. Да. И чтобы понимать, как увеличивается заинтересованность, здесь показано то, насколько увеличивается прием с этого года на данные направления. То есть, вот такой прирост здесь очень существенен. И мы возлагаем серьезные надежды на то, что это и уровень поднимет, потому что мы наблюдаем, несмотря на непрерывный рост числа абитуриентов и не снижение, и в то же время и рост баллов проходных ЕГЭ. Поэтому есть серьезные такие прогнозы, что это скажется положительным образом на нашем контингенте обучающихся и на результатах их содержательности, их научных работ. Ниже здесь приведен график баллов ЕГЭ, насколько я помню. Они тоже, как вы видите, растут. После того, как бакалавриат заканчивается, есть возможность поступить к нам же в магистратуру на направление механика и математическое моделирование. И это направление уже делится на два. На две специальности похожие по названиям на кафедры. Это механика деформируемого твердого тела и механика жидкости газа и плазмы. Кроме того, есть третье направление магистратуры – механика нефтяного газового пласта, но оно близко к механике жидкости. То есть это то, что касается фильтрации и движения жидкости в нефтяных пластах. Третьей ступенью является аспирантура, которая сейчас тоже проходит в течение четырех лет. Это тоже два направления – механика твердого тела и механика жидкости газа и плазмы. Здесь вы можете увидеть общие слова о том, что является целью подготовки в рамках механики и математического моделирования. Мы базируемся на трех основных китах. Это, во-первых, математика, которая составляет существо первых курсов на образование. То есть первые курсы вы получать будете, такую вот серьезную основу математическую. Это базовые предметы по высшей математике. После этого, когда вы научитесь разговаривать на нашем языке, у вас уже будут начинаться курсы специальные по механике и по тому, как можно что-то моделировать. То есть первое – это математика, второе – это механика, ну а третье кит обязательно – это программирование. То есть сейчас в современном мире уже невозможно надеяться на решение всех проблем аналитически, поэтому, конечно, мы серьезный такой акцент уделяем именно современным методам программирования, современным вычислительным методам. У нас на высоком уровне преподаются такие дисциплины, как вычислительные методы в механике твердого тела, в гидродинамике. И, соответственно, мы учим студентов работать на современных прикладных программных продуктах. Здесь приведены некоторые картинки, которые оживляют внимание и демонстрируют именно те процессы, которые наши студенты уже в состоянии моделировать. Что значит моделировать? Это значит записать набор уравнений и, самое главное, научиться их решать так, чтобы воспроизвести вот те параметры физических процессов, которые вот здесь в качестве примеров изображены. Ну, здесь, если бегло пробежаться по ним, это начиная вот с больших масштабов, это движение волн, например, в океане, атмосферы вокруг Земли, и доходя до таких микромасштабов, малых масштабов, как обтекание воздушным потоком крыльев, например, насекомых. То есть совершенно разные пространственно-временные масштабы задач, и вот здесь и космические аппараты изображены, это все становится подвластным нашим студентам, которые овладели вот аппаратом именно математического моделирования. Дальше демонстрация задач, связанных больше с механикой твердого деформируемого тела. То есть здесь вы видите моделирование таких вот композитных материалов, которыми являются, например, в частности, материалы, с которыми изготавливаются покрышки автомобильных шин. То есть это динамическая задача очень серьезная, когда колесо движется, надо рассчитать все силовые характеристики. с учетом сложного строения материала. Дальше некоторые элементы летательных аппаратов тоже рассчитываются, как на прочность, так и на аэродинамические характеристики. То есть, в принципе, есть задачи и связанные, и аэромеханика, и механика твердого тела. Мы не совсем разрозненные кафедры. Ну и третий вклад, это вот третье направление магистратуры, о котором я говорил здесь, демонстрация некоторых задач механики, нефтяного газового пласта. Это тоже все картинки, которые непосредственно связаны с теми достижениями, которые уже в руках наших студентов. То есть это то, что они в состоянии сами уже строить, читать, моделировать и делать какие-то аналитические выводы из этого. Ну вот здесь, на этом слайде было несколько видеороликов. Я постараюсь их запустить, но, видимо, это не удастся. Ну поэтому на них можно посмотреть тоже, как на продолжение этих изображений. Их мы пропустим. Значит, вот на данном слайде показана серьезная такая вещь, на которую надо обратить внимание, что у нас во время обучения отработан процесс активного участия в образовательном процессе потенциальных работодателей. То есть начинается все с их презентации, с их знакомства с нашими студентами. Они приходят регулярно уже много лет. Очень заинтересованы в наших выпускниках. Здесь вот приведен перечень подобных работодателей. Они знакомятся, обозначают круг своих задач. Далее выпускники, ну не выпускники пока еще, а учащиеся наши, они могут выбрать место прохождения практик. У нас практики есть производственные, значит, учебные практики. Практики, которые называются получение первичных навыков в их трудовой деятельности. И студенты с большим интересом эти практики, конечно, проходят. То есть в течение нескольких недель они находятся на предприятии, получают задачи от потенциальных работодателей, выполняют их. Ну и впоследствии есть положительный опыт о том, как работодатели, познакомившиеся с нашими студентами, привлекают их, приглашают уже на постоянную работу. Вот это все у нас проходит. Это демонстрация того, как они посещают практики. Тут уже некоторые выпускники наши в качестве сотрудников этих организаций выступают. И в качестве руководителя этих экскурсий. Это тоже один из наших выпускников, который, кстати, сейчас стал заместителем гендиректора в этой организации. Ну вот такая практика есть. Это их дальнейшее трудоустройство. Посещение Сарова, Российского федерального ядерного центра, у нас регулярно проходит уже много лет. И, соответственно, некоторые выпускники туда выезжают на работу на постоянной основе. Это посещение... Здесь у нас в Казани расположены лаборатории по разработке гидродинамической аппаратуры и измерительных приборов ИРВИС. Тоже здесь есть серьезное взаимодействие и с использованием современной экспериментальной аппаратуры. Там большое количество грантов у данной лаборатории. И они заинтересованы тоже в сотрудничестве с нашими студентами. Здесь показаны... У нас есть опыт и по зарубежным стажировкам. То есть вот здесь продемонстрировано, как наши студенты посетили еще до периода пандемии Китай. В институте мехатроники Шэньчжэне они прошли стажировку 3 месяца, если я не ошибаюсь. Тоже познакомились с современным оборудованием и компьютерным оснащением, и техническим оснащением этого университета. Обладели этими навыками. Здесь студенты посещали тоже подобную стажировку, но более краткосрочную, в Японии, в городе Канадзава. Вот здесь прошу обратить внимание, что наши студенты, они уже начиная с третьего курса, способны вести достаточно активную работу в выполнении договоров по выполнению научно-исследовательской работы с внешними организациями. Но вот здесь на данном слайде приведены темы таких исследований за последние три года. Внизу даже перечислены, показаны студенты, которые в исполнении этих договоров принимают непосредственное участие. То есть они активную такую вот уже занимают позицию. Это не формальное их участие, а непосредственно решают задачи, проводят анализ и составляют отчеты, по которым заказчик уже принимает во внимание эти рекомендации и модифицирует режимы своей деятельности. Здесь тоже в продолжение этой темы приведены некоторые научно-исследовательские гранты, поддержанные такими фондами, как РФФИИ, и там хознаговор тоже есть. Ну, в общем, такая работа идет при активном участии студентов. Это тоже надо понимать. Не аспирантов даже. То есть я еще раз подчеркиваю, это уже начиная с третьего, с четвертого курса. У нас на отделении активно развивается сейчас направление, связанное с биомеханикой, в том смысле, что исследования по реабилитации, например, больных, у которых есть некоторые проблемы с костным аппаратом, да, или как там лучше сказать, Илья Русманович? С костным аппаратом. Костный аппарат, то есть вот... То есть моделирование оперативных вмешательств, замена... Протезирование... Суставов. Да, оптимизация материалов каких-то, из которых изготавливаются эти протезы. Как влияет невесомость на состояние костной ткани. Здесь вот вы видите процесс испытания этого на мышах. Как влияют травмы на состояние костной ткани. Да, да, да. То есть это... Вот это вот все последствия травм. Вот тут виден процесс моделирования нагрузки на костную ткань. Это все у нас активно тоже сейчас развивается и превращается в такой сильной молодежной... Ну... Молодежную команду. С высокими показателями научными. Студенты у нас не ограничиваются деятельностью в институте. Они регулярно принимают участие на различного рода международных и всероссийских научных мероприятиях. Ну, здесь вот в качестве примера показана такая конференция, как СМИД, проводимая одним из наших потенциальных работодателей, которые часто проводят практику. То есть дальше это все переходит в конференции, в организацию, в том числе конференций. Здесь вот наши студенты помогают организовать научные мероприятия подобного уровня, в которых вся Россия принимает участие. Это вот проводилась в онлайн-режиме такая конференция по механике. Ну и кроме того, большой интерес вызывал у студентов участие и помощь в проведении пронауки, которая когда-то была у нас в живом формате. Сейчас она пока еще немножко изменилась. Здесь, наверное, есть планы в том, что она восстановится когда-нибудь, и опять это все будет в таком режиме. Возможно, кто-то даже из вас, потому что школьников всегда было очень много, кто-то из вас, возможно, даже был на таких мероприятиях и принимал участие в таких вот занимательных опытах по механике. Студенты с большим интересом демонстрировали какие-то парадоксы, связанные с механикой твердого тела, с механикой жидкости или с теоретической механикой. То, что на первый взгляд казалось невозможным. Здесь показаны некоторые наши успешные выпускники. Ну, в частности, вот те, которые связали свою трудовую деятельность с направлением проектирования нефтегазовой отрасли каких-то задач. То есть здесь в основном это отдел моделирования, отдел проектирования. То есть это инженеры, это разработчики программного обеспечения. Естественно, они со временем доходят и до руководящего состава. Здесь вот в верхней части, с крайних сторон слайда, такие вот представители показаны. Это и зарубежные компании Шлемберже, и здешние местные организации. То есть вот такой вот у нас разброс идет по территориальной. Ну, это более известные выпускники, многих из которых, я думаю, вы видели по телевизору. Это тоже все выпускники мехмата. Многие из них непосредственно выпускники механики. Ну и, собственно, завершая вот эту презентацию, еще раз приглашаю вас в наш коллектив. Я думаю, у тех, у кого есть интерес к механике, к математике, ну, про механику, может быть, вы не совсем все еще понимаете, к математике, к физике, к программированию вы обязательно найдете у нас что-то свое, то, что будет близко именно к вам. Здесь приведены контактные данные, ну и, наверное, план приема, наверное, озвучивать. Да, если вопросы будут, то тут вот есть цифры по плану приема. Ну, вот координаты, если по дополнительным вопросам, которые сегодня вы не успеете задать, вы можете вот задать по данным контактам. На этом презентация, презентационный материал такой основной закончен. Если есть вопросы, будем рады ответить. Ну, вопросы здесь есть, на некоторые уже вы успешно ответили, поэтому пройдемся по тем, которые еще не были озвучены. Они больше как раз-таки касаются самого приема, самой механики, как, что, куда, зачем, во сколько подходить и так далее. Первый вопрос. Сколько в вашем институте бюджетных мест на бакалавриате? Значит, у нас по механике 60 мест, по математике 40 мест, по математике компьютерным наукам 60 и по преднаправлению еще 25 мест. Вот это баковый вариант. Вот они здесь представлены. Как раз-таки продублировали на слайде. Как будет проходить процесс поступления в этом году? Как и куда подавать документы? Значит, первоначально можно подавать, зарегистрироваться онлайн на сайте КФУ. Это admissions.kfu.ru. Там есть личный кабинет, так и называется социальная сеть «Буду студентом». Вы там регистрируетесь, заполняете все данные и там же подаете заявление. После этого в БАО ЕГЭ они подгружаются автоматически, вы можете увидеть конкурс и при выборе того направления, куда вы все-таки хотите поступить, куда вы определитесь, вы можете подать оригинал. Оригинал в этом году, сколько я знаю, надо приносить лично в институт. Хорошо. Следующий вопрос. Расскажите о направлениях вашего института. Об одном мы сейчас конкретно поговорили, вот какие еще есть. То есть интересуются не только тем, что сейчас было представлено, но и, предположим, педагогическим направлением. Да, у нас основных три направления. Это механика и матмоделирование. Это математика. Там есть два направления бокового ряда. Это математика и математика и компьютерные науки. И еще одно направление – это педагогическое. У нас по педагогическому направлению тоже будет отдельный инсталайф, потому что это очень востребованная сейчас специальность. И там тоже студенты уже с третьего курса во всю работу и на расхват. Ну, студенты математики не менее востребованы. Ну, значит... Какой-то, может, вопрос? У студентов педообразования все уже определено. Заранее. При поступлении, где они будут работать, кем. Хорошо. И интересует прикладная математика. Сложно ли поступить на это направление? У нас как таковой прикладной математики нет. У нас есть аналоги. Ну, можно так выразиться. Это вот либо механика и матмоделирование, которая как раз является прикладной приложением, прикладной математикой, так сколько можно, и математикой компьютерной науки. Поступить. Все зависит от года в год по-разному. То есть тут зависит от конкурса, от того, какие студенты подают. Средний балл ЕГЭ можно посмотреть на следующем слайде. Вот этот примерный средний... Нет, нет. Балл ЕГЭ за прошлый год. Но на них можно ориентироваться только очень приблизительно. То есть лучше всего абитуриентам во время приемной кампании смотреть, сколько человек подали оригинал. Обычно на сайте такие люди, они выделены жирным шрифтом. И вот сколько человек выше вас с оригиналом, если их больше, чем количество бюджетных мест. Скорее всего, вы не проходите. Если вы попадаете в количество бюджетных мест, то у вас есть шансы. Я бы хотел еще добавить, если можно. То есть у нас такая практика, что мы ежегодно наших абитуриентов, которые подают к нам документы, мы их все-таки обзваниваем. Потому что отслеживать реальную подачу документов, оно тяжело. И часто студенты будущие, то есть абитуриенты, им кажется, что они не прошли, на самом деле они находятся на более высоких позициях. Поэтому я хочу сказать тем, кто планирует поступать, дождитесь, мы вам позвоним. И скажем, на какой реальной позиции вы находитесь. Либо звоните сами тоже. Либо звоните сами, в принципе. Но в принципе у нас этот аппарат отработан. То есть вы не будете кинуты, потеряны. Вам сообщат и сориентируют реально на какую позицию, сколько перед вами людей уже, допустим, решили поступать в столичные вузы, поэтому конкурс сокращается. Такая практика у нас проходит. Хорошо. Забегаем немножечко вперед для абитуриентов. То есть спустя 4-6 лет, в зависимости бакалавра или магистратура, вопросы продолжают задавать, где и кем работают ваши выпускники. В педагогическом образовании уже сказали, что все понятно с самого старта. По механикам я вкратце говорил, еще раз повторю. То есть механики, если начинать с академических должностей, то это, конечно, и университет, и институты. Например, у нас работает сотрудник, у нас является сотрудником директора Института механики и машиностроения Казанского научного центра Российской Академии Наук. Ну а поскольку директор, он, конечно, заинтересован, он привлекает студентов в свой институт в качестве аспирантов, и дальше уже у них идет активная научная деятельность. Вот это что касается такой вот академической научной направления. А непосредственно это, вот я еще раз повторяю, значит, это разработчики программного обеспечения, связанного с моделированием каких-либо физических процессов, прочностные расчеты, расчеты течения жидкости, расчеты каких-то реакторов химических, это институты исследовательские, или, значит, конструкторские бюро, организации, которые занимаются проектированием. И у нас, конечно, идет большой процент трудоустройства по специальности. Это в организации, связанные с нефтегазовым комплексом. То есть у нас в Казани даже уже находятся несколько организаций, которые непрерывно принимают к себе наших выпускников, и они занимаются конкретно уже моделированием вот процессов, связанных с нефтегазодобычей. Это непосредственно механика. Как механика твердого тела, так механика жидкости. Все это находит применение вот в таких задачах. Ну, я при этом не говорю о том, что у нас, конечно, большое количество идет и по немножко так в стороне, не совсем по специальности. То есть это банковский сектор, и еще какие-то актуарии со страховками связаны. То есть там, где нужны люди, которые владеют математическими методами, у них развита логика, вот это вот структурное мышление, это, конечно, всегда есть. Но я в первую очередь всегда говорю о тех, кто работает по специальности. Ну и с педнаправлением тоже не все у них так как бы узко. Так поскольку у них математика на том же уровне, как и у математиков, у них высшая математика идет в большом количестве, поэтому это такие люди универсалы, они знают и математику, и плюс у них есть опыт такой уникальный, как там решение конфликтов, прохождение практики в школе, работа с детьми. Соответственно, в дальнейшем у них есть опыт и общения с людьми, и решения конфликтов, и в том же время знания математики. И кроме этого, очень часто наши студенты в педнаправлении поступают потом в магистратуру, там по математике, по математике и компьютерным наукам, и дальше очень широко в разные места поступают. И на механику тоже поступают. И на механику, да. То есть их базовое образование позволяет спокойно работать вместе с математиками, с механиками. При желании можно переспециализироваться. Вернее, не пере, а доспециализироваться. Доучиться. Доучиться. Да, до специализироваться. Хорошо, следующий вопрос. Расскажите про условия проживания иногородних и иностранных студентов. Значит, иногородние студенты у нас заселяются в общежитие. Первый курс заселяется в деревне Универсиады. В дальнейшем студенты проходят жилищную комиссию, то есть они там во время учебы набирают, ну, некоторые активности, там, зависит от того, как они учатся, нет ли у них там нарушений режима, занимаются ли они активно какой-то там научной деятельностью, учебой, либо культурно-массовой. Их распределяют либо в деревне Универсиады, либо они в студ-городок. Ну, обычно мы своих студентов у нас все заселяют в общежитие. Если нет каких-то уж таких явных нарушений, когда они нарушают режим проживания, тогда, конечно, студентов с общежития выселяют, им приходится искать места на квартирах. Ну, и то же самое с иностранными студентами. То есть иностранные студенты там проживают в деревне Универсиады. Хорошо. Следующий вопрос. Есть ли у вас заочное отделение? У нас есть заочное отделение по педнаправлению. То есть это стоит по педнаправлению отметить, что у нас бакалавриат очный, это пятилетний бакалавриат, и мы выпускаем учителей математики и информатики. То есть не остается и математика в достаточном объеме, и информатика. На заочном отделении мы выпускаем, ну, четырехлетний бакалавриат, он идет четыре с половиной года. Это однопрофильный бакалавриат. То есть это учителя математики. В каком формате пройдут вступительные испытания для иностранных граждан, находящихся за пределами Российской Федерации? Я думаю, пока еще преждевременно об этом говорить. Ну, ближе к приему там будет какие-то, как ситуация сложится. Но вот по опыту предыдущих лет... По опыту предыдущих лет у нас для иностранных студентов был прием онлайн. То есть также они регистрируются в личном кабинете абитуриента, и там же появляется ссылка в день экзамена на экзамен. Экзамен идет с прокторингом, то есть иностранным студентам необходимо заботиться, чтобы у них был стабильный интернет, камера. Идет обзор, там просматривается, как и проктор, человеком, так же и автоматом. Он получает задания. Задания в онлайне, те, кто пишет очно, оно одинаковое, только в разные варианты. Решает, заполняет ответы, и дальше не числяется балл. Могут ли иностранцы поступить на бюджет? Вот такой вопрос. Есть ряд стран, которые могут поступить на бюджет. Полный список лучше уточнить на сайте приемной комиссии. Там прям есть раздел иностранному студенту, но точно поступают студенты Казахстана. Узбекистан, если они? Узбекистана как соотечественники. Таджикистан и Кыргызстан, по-моему. Вот эти страны точно поступают. Если остальные страны, то стоит уточнить на сайте приемной комиссии. Расскажите про программы магистратуры. Как проходит поступление? В магистратуру выпускники бакалавриата выступают так же, как и на первый курс. Они подают заявление, выбирают магистрскую программу, на которую они хотят поступить. Если на одном направлении есть несколько программ, они там указывают их приоритет, куда им больше хочется. И дальше в определенный день назначается вступительный экзамен. Они пишут вступительный экзамен. На сайте уже программы вступительных экзаменов у нас этот год есть. Там же есть примерные задания, варианты заданий, то есть что ожидать, в каком виде это будет. На разных направлениях бывает по-разному, либо письменно, либо устно. У нас в основном проходит письменный экзамен. То есть студент приходит, пишет, работа проверяется, проставляется балл, и дальше так же он подает оригинал. В 2021 году тоже была возможность сдавать онлайн. На 2022 год пока, как пойдет ситуация, возможно, тоже такая возможность будет. Ну, по опыту прошлых лет все хорошо идет, более-менее. Да, ну, по опыту это уже, да. Уже два года мы онлайн сдаем, поэтому тут технология отработана и в очной, и в онлайн формате. Ну вот, у нас сейчас все постоянно онлайн, 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 и вопрос, который беспокоит абсолютно всех. Расскажите, будет ли очный день открытых дверей в вашем институте? То есть онлайн-то это, конечно, хорошо, но когда вживую, с эмоциями, с чувством, с толком, с расстановкой, тебе все рассказывают, еще больше, наверное, заинтересовываешься. Очный день открытых дверей у нас будет, если я не ошибаюсь, по-моему, он 9 февраля, вот уже скоро, то есть конец января, начало февраля. Это будет Кремлевская 35, аудитория 610. Дату, наверное, мы в комментариях, может быть, под постом напишем точную дату, когда будет день открытых дверей. Ну, вся информация также на сайте Казанского федерального университета будет. Да. У нас вопросы закончились, в инстаграме нам вопросы перестали присылать, все, которые у нас были, я уже озвучил. Может быть, есть какое-нибудь у вас заключительное слово для абитуриентов, на что им все-таки стоит обращать внимание, как правильно прийти к тому выводу, что надо поступать в институт математики и механики. Поступать не пожалеете. Да, если вам нравится, выбирайте то, что вам нравится, куда вы хотите, чем хотите заниматься, потому что, если вам это интересно, то вы там добьетесь точного успеха. Вот. Отлично. Ну, и на этих словах предлагаю нам завершать сегодняшний наш инсталайф. Это был инсталайф для Института математики и механики имени Николая Ивановича Лобачевского. Коллеги, еще раз больше спасибо, что пришли с наступившими праздниками, с Новым годом, с Рождеством. Вас также, дорогие зрители, кто смотрел наш инсталайф. Еще увидимся. До скорых встреч. Впереди очень много интересной информации. Меня зовут Роман Полинсков. Увидимся. До скорых встреч. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова